Площадкой для летнего фестиваля ГТО стал стадион Амур. Перед выполнением нормативов ребятам предложили размяться. Провели нетипичную зарядку – фитнес-зомбу. Участники под ритмом музыки выполняли простые элементы из латино, хип-хопа и шаги из классической аэробики. После разминки на свежем воздухе спортсмены отправились по этапам согласно своим маршрутам. Цель у каждого школьника своя. Одни приехали, чтобы просто испытать себя, другие – только за победой. Самое сложное для меня – это отжимания. Я его очень плохо сдала. Надо было просто тренироваться получше. Но ничего страшного, мы не расстраиваемся. Всегда готовы. В принципе, я с детства мечтала путешествовать, куда-нибудь отправиться. Это новые приключения, новые знакомства, что-то новое открывать для себя. В первый день фестиваля ребятам нужно было пройти несколько этапов. Каждому члену команды предстояло продемонстрировать гибкость, метнуть мяч или гранату, выполнить прыжок в длину с места, потянуться или отжаться. Дело в том, что все привыкли отжиматься так, как им удобно, так как легче. Хоть сто раз он продолжается. Но подойдя сюда, объявив ему, как правильно делать, он затрудняется. Правильно делаем локти 45 градусов от тела. Туловище идеально прямое. В системе ГТО важна не только сила и ловкость, но и умение правильно выполнять нормативы. Ошибок в этот раз было достаточно. Заступ за линию, отталкивание с подскока и другие. За это снимали баллы. Хотя некоторым задания давались легко. Никита Гаврилов из Зеи с легкостью прыгнул на 2 метра и 70 сантиметров. Ну, тренировался я в школе. У меня очень неплохой учитель физкультуры. И он меня со второго класса готовит по всему. Я умею все и неплохие выступы показывать. Главное, ноги не отрывать от земли и прыгать не в длину, а чуть повыше градусов на 40-45. За каждым этапом следят профессиональные судьи. Именно они выставляют заветные баллы. По итогам всего фестиваля выберут участников с наибольшим результатом. И именно они отправятся на тематическую смену в движении ГТО. Пойдут самые сильные. 4 человека. То есть прыгнул ребенок в длину. Этот результат переводится в баллы. Кто больше набрал баллов, тот и поедет. Здесь все у нас прозрачно. Никакой там лад не получится. Только сильный, смелый, ловкий. Тот, кто натренировался. Мотивация этих соревнований высокая. Старшеклассникам золотой знак комплекса ГТО поможет при поступлении в ВУЗ. За него дают дополнительные баллы. А у тех, кто поменьше, есть шанс попасть в Артек. По итогам соревнований лучших поощрят путевками. Сегодня более 150 спортсменов будут оспаривать честь. Быть лучшими, быть первыми. И что самое приятное, это наши победители. 4 человека, которые покажут лучшие результаты. В октябре месяце будут представлять Амурскую область в международном лагере Артек. Впереди у юных амурчан второй день соревнований. 4 июня они выполнят нормативы на бег. В программе фестиваля 60 метров, полтора, два и три километра. Для каждой из ступеней дистанция своя. Руслан Козловский, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.